Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал Интер. Как всегда, по пятницам в это время в прямом эфире очередной выпуск программы «Большая политика». В студии программы я, ее ведущий, Евгений Киселев. И, как всегда, за роялем сегодня композитор и исполнитель Олег Шак. Сегодня, как и было обещано в самом начале программы, мы ждем в нашей студии человека, который является правой рукой Юлии Тимошенко и фактически руководит деятельностью оппозиционного блока «Бьют Батькивщина» Александра Турчинова. Александр Валентинович готов появиться здесь у нас в студии. Прошу вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот, пока мы вас здесь ждали, извините, там небольшие накладки у нас произошли, но никаких претензий к вам, Александр Валентинович. Мы уже коротко обсудили с присутствующими здесь коллегами, украинскими журналистами, возможные вопросы, те темы, которые их больше всего волнуют. Но все-таки я бы хотел начать с событий, которые произошли на этой неделе, непосредственно связанных с деятельностью оппозиции. Вы долго добивались встречи с президентом. И когда встреча была объявлена, вас не устроил формат, и вы именно из-за того, что формат не устроил, отказались участвовать в этой встрече? Или какая-то была еще скрытая повестка дня? Ну, знаете, мабуть, мы уже не дивуемся, когда будь-який злочин, будь-якое порушение закону, прав людей в Украине поясняют, ну, так, зверху дали наказ. Або так треба, так от нас вимагают. Когда говоришь с депутатами большинства, ну, вы же понимаете, что треба проводить имплементацию решений и резолюций Приламентской Асамблеи Ради Европы. Вы понимаете, что вас ведут в кут, из которого тяжело будет выйти. Что украину ведут до международной изоляции. Они говорят, что мы за, мы все понимаем. Но, вы понимаете, старший сказал. То есть, все решения в Украине, эта большинство, эта влада, тот же самый Кабинет Министров, принимают исключительно с дозволу одния человека, президента Виктора Януковича. И тому, чтобы не спілкуваться с массовкой, от которой ничего не зависит, которая выполняет решения, даже иногда не понимая, что они делают. Само тому представники опозиции в парламенте стали вимагать зустрічей с президентом Януковичем, чтобы задать ему питание, почему он ведет Украину до международной изоляции, почему он перетворяет страну на тоталитарный анклав, почему в Украине не працюет Конституция, не працюют законы, почему в Украине политические репрессии. И много других вопросов, на которые нужно уже давать ответы, пану Януковичу. И заместо того, чтобы дать возможность, мы бы хотели, чтобы при этой разговоре была пресса, чтобы можно было почути ответы, почути вопросы. Заместо этого запропоновали формат, долго думая, как бы взорвать эту встречу. И запропоновали оппозиции формат просто быть присутствием на встрече Януковича со своими фракциями, которые ничего не вырешивают. Подождите, Асенович, я не понимаю, но вот вы бы пришли, вам чтобы господин присутствующий там господин Симоненко или господин Ефремов или, я не знаю, кто-то из представителей блока Литвина помешал бы задать те же самые вопросы? Я вам дам відповідь. Справа в том, что мы просили формат, чтобы хотя бы по 10 человек было от каждой оппозиционной фракции. Ні, нам сказали, это забагато. Будь ласка, 5. Також это забагато. И в результате запропоновали только керевникам фракции, тобто двум народным депутатам, быть присутствием на встрече президента с его массовкой. Ну, извините, наши депутаты не хочут приймати участь в массовках, в декорациях цієї влади. Нам потрібно было, они могли послухать черговый раз, что раз каже представникам парламентских фракций, пан Янукович, нам требовало было спілкуватись, задавати вопросы и слышать ответы. Что же вам не помешало, если бы вы там были, почему вы не могли эти самые вопросы задать, почему не могли вступить в диалог, я не могу понять. Потому что диалог цим форматом не передбачался. Тобто на зустріч давали пів години, из них 20 минут выступает Янукович, и по одной минуте можно было отримать каждому из выступающих руководителей фракции. Поэтому, вы знаете, еще раз скажу, это формат для того, чтобы разговор не произошел. Это формат, который просто делал эту встречу, которая втрачала будь-який сенс. И именно поэтому оппозиция продолжает. Извините, но, как говорится, ваши недоброжелатели говорят, что на самом деле оппозиция... А у нас есть недоброжелатели? А что нет? Да мне кажется, что все доброжелатели, разумеете, когда послухаешь телебачення на официйных каналах, то все только говорят, что есть доброе. А лишь, на жаль, робится совсем інше. И это серьезная проблема. То есть вы считаете, что у вас в обществе тотальная поддержка? Ну, вы знаете, что стосуются чиновники в администрации и целых структур, то тут, безумовно, Петром Кинема. Ну, хорошо, а почему же с рейтингами у вас такая беда получается? Ну, беда, на жаль... Выбросите, вот я хочу просто привести конкретный пример, если можно. Буду вас. Вот есть данные общеукраинского опроса, который проведен уважаемым социологическим центром, Киевским институтом, Международным институтом социологии, КМИС, проходил этот опрос с 9 по 19 февраля нынешнего года, методом интервью, общеукраинский, повторяю, опрос, был опрошен 2031 респондент с максимальной, допустимой, в таких исследованиях, статистической ошибкой, которая не превышает 3,3%. И вот какие получены результаты. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то партию регионов поддержали бы 17,3% опрошенных, Батькивщину 13,1%, Фронтзмин Арсения Яценюка 8,1%, Компартию Украины 5,4%, Удар Виталия Кличко столько же 5,4%, и Свободу Олега Тегнебока 3,4% респондентов. И еще 3% участников опроса проголосовали бы за сильную Украину Сергея Тегибко, которая, как известно, в эту субботу проводит объединительный съезд с партией регионов и самостоятельно в выборах принимать участие не будет. Это, кстати, не означает, что 3% сильной Украины можно автоматически приплюсовать к результату партии регионов. Результаты остальных политических сил меньше величины статистической погрешности. Кроме того, 12,3% опрошенных заявили, что не пойдут голосовать. И более четверти опрошенных, 25,6%, не определились с выбором либо затруднились ответить. А вот результаты ответов на вопрос, за кого бы проголосовали вы, если бы в ближайшее воскресенье надо было выбирать президента Украины. За Януковича сказали 16,8%, за Тимошенко 12,9%, за Юценюка 8,7%, за Кличко 6%, ровно, за Тегибко 4,3%, за Симоненко 4%, ровно, за Анатолия Гриценко 2,9%, за Олега Тегнебока 1,9%, и за Наталью Королевскую 1,2%. Список возможных участников выборов этим не исчерпывается, но результаты против остальных фамилий составляют доли процента и гораздо меньше величины допустимой в таких исследованиях погрешности. Кроме того, 8,3% сказали, что не пошли бы голосовать, против всех проголосовали бы 5,4% и 22,2% либо не определились с выбором, либо затруднились ответить на поставленный вопрос. Вот такие цифры и на самом деле они повторяются, отличаясь в пределах вот этой самой допустимой статистической погрешности в большинстве проводимых социологических исследований. Вы скажете, что там заговор социологов против партии Виктория. Нет, 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 вы знаете, у меня есть ответ, и я думаю, что эту ответ видели все телеглядачы, которые смотрели новины на этом тижне. Когда социологический институт в полном складе науковую раду выкликали до СБУ, я думаю, что после таких выкликов рейтинг Уйнуковича может быть еще вдвече больше. Это они ему еще за мало намалювали. Может быть, следствия в СБУ вымогали объективнее в лапках подходить к социологическим исследованиям. Извините, когда я буду завершить свою думку. Что эта история не имеет никакого отношения к цитированию. Не на допыт ГПУ, так или нет. Давайте я буду завершить свою думку. Я могу поспілкуватися, я сподіваюсь, спокойно. Да, пожалуйста. Тому, ви знаете, когда все ученики в повном складе будут выкликать на допыти в СБУ, я думаю, что социологический рейтинг, нереальный социологический рейтинг партии регионов будет триматься на первом месте. Хотя реалии, и эти реалии буквально на неделю засвятили в проведенном объективном исследовании агентства рейтинг, известный, независимо от государственных институций, послугами которого используются и международные институции. Они поставили рейтинг объективный, который уже протягом трех месяцев не является таймницей в стране. На первом месте пребывается Батьковщина и разрыв с партией регионов что месяц у нас большее. Это не можно уже приховать. Даже вызывая на допыти в СБУ ученик, которые могут давать какие-то материалы, это уже не можно приховать. Вы понимаете? И то, что партия регионов втрачает щодня поддержку не только в Центральной, Західной Украине, в Схидной, в родном Донбассе, они втрачают поддержку. Люди пишут, я не хочу просто користоваться тем, что смотрятся все телевизору. Я не хочу повторить, что они пишут в Донбассе по отношению до партии регионов и президента партии регионов. Простите, пожалуйста, Александр Алексеевич, но все-таки все-таки вы же отлично знаете, извините, что я возвращаюсь к тому, что я пытался уже сказать, вы отлично знаете, что история с вызовом ученого совета Института социологии Национальной Академии Наук к социологическим опросам никакого отношения не имеет. СБУ расследует дело по поводу якобы имевшего место расхищения средств, которые были выделены Евросоюзом именно поэтому, поскольку там иностранные деньги этим занимается СБУ, следователь, даже не разобравшись, кто за эти вещи отвечает, дирекция или ученый совет, вызвал весь ученый совет уже все заявления, по-моему, включая президента, сделаны, что этот эпизод недопустимый. Что же касается цифр? Ну вот, есть, к примеру, данные Центра социологических и маркетинговых исследований, которые сокращенно называются «СОЦИС», одним из учредителей которого является ваш однопартиец, уважаемый член фракции БЮТ, Игорь Грынев, известный социолог, и вот данные, которые он дает, они вот примерно совпадают с данными КМИСа, или его тоже там, простите, я не хочу утомлять наших зрителей вот этими цифрами с десятых долей, но там практически та же самая картина. Батьковщину опережают партии регионов, на третьем месте фронт ЗМИН, ну и так далее. То же самое относительно персоналей. Что же против вас, что ли, работает, господин Грынев? Я хочу вам сказать, что не треба партии регионов тишетись рейтингами, которые уже совсем другие, чем те, которые были, скажем, рік тому, когда люди еще сподевались, что может действительно покращаться, как им обещали эти керевники. Поэтому, вы знаете, даже впливаючи на дослежения, не можно уже поднять свой авторитет у людей. Потому что авторитет у этой власти уже не существует. И, вы знаете, обратите внимание, даже в этих рейтингах, которые сейчас вы попробовали обеспечить, величезная количество людей отказывается ответить на вопросы. Величезная количество людей, до 20%. Это правда. То есть, люди боятся говорить правду, потому что, извините, у нас люди избавлены прав в Украине. У нас люди могут быть пограбованы, сгвалтованы, знищены, задавлены машинами чиновников, за которыми ничего из этого не будет. Вы знаете, я не могу сказать, что опозиция у нас досконала. Безусловно, безлеч вопросов, безлеч проблем, безлеч складночей, большая количество ошибок. Все это можно говорить, это правда. Но, извините, в тоталитарной стране, которую сегодня строят в Украине, опозиции будет достаточно тяжко. А вы действительно считаете, что Украина тоталитарное государство? Фактически, мы уже наблизились до этого. Наблизились или уже? Ну, нехай уже эксперты говорят, уже чи наблизились, але ж, коли края перетворюється на реальный гетт, люди позбавлены элементарного захисту, правосудия. У нас не существует правосудия. И, я знаю, вы будете в другом части обговорить эти вопросы, извините, но, факт, который стал, скажем, начатком того, что произошло в Миколаеве, что вчера произошло в Симферополе, когда уже люди не могут захистить своих детей. Я прошу прощения, Александр Владимирович, чтобы нам не забегать вперед, Александр Владимирович, извините, ради Бога, я просто про Николаевскую историю мы сегодня будем говорить отдельно и очень подробно. Я за Киевскую, можно? Да, конечно, ради Бога. И что происходит? Вбивцы на воле их отпускают. Демешкан, знаете, такой друг Янукович Виктора Федорович, керевник Автодору, его сын, чтобы захопить бизнес, вбил человека, привязывал на спину батарею и утопил. И его отпускают, переквалифицировавши этот злочин, ненавмисный. Вы понимаете, ненавмисно он привязывал батарею и ненавмисно утопил человека. Вот такое судочинство сегодня в Украине. Когда люди не захищены, когда за гратами находятся политвязные, политики, оппоненты режима, а реальные вбилки, и вбилки находятся на свободе. И когда бы люди не поднялись в Миколаеве, и эти вбилки сегодня бы спокойно гуляли и далее галтували. Я хотел бы еще раз уточнить свой вопрос. Вы считаете, что сегодня в Украине тоталитарный режим? Фактически будуется тоталитарный режим. А вот вам не кажется, что именно из-за того, что во многих оценках, на мой взгляд, оппозиция изменяет чувство меры? послушайте, тоталитарный режим в Северной Корее. Вот там существует, простите, нанятам... И Янукович, и его коллегам по кабинету министров по своим структурам действительно требует попрочевать. Ну, это авторитарные режимы. У них у всех есть свои признаки. А, понимаете, когда существующее политическое устройство характеризуется как тоталитаризм, мне кажется, в этом любой здравомыслящий человек ощущает некий перебор и может терять доверие. Вам так кажется, что есть такая опасность? Вы знаете, те, кто уже беспосредственно мал справу с украинскими судами, и кто мал справу с украинскими силовиками, так уже не вожают. На жаль, так уже не вожают. Когда на допыта вбивают людей, когда знущаются в правильных колониях, на длине так, что они скрывают соби руки. Когда люди закинчивают життям самогубством, выкидывают это из века. подземщики, когда вы были власти, простите, и, кстати, возглавляли одно из силовых ведомств, ничего подобного не происходило в Украине? Никакого свавилия безумовно не было. Да, были помилки. Хорошо. Можно говорить про какие-то экономические проблемы, но свавилия не было. Знущения над людьми не было. Бесправности такой, безкарности такой не было. О, хорошо, Александр Валентинович, мне хотелось бы дать возможность коллегам задать те вопросы, которые их интересуют. Они отчасти их уже озвучили. Но, тем не менее, господа, если, так сказать, не повторяюсь, но, тем не менее, пожалуйста, Валерий Калныш, первый заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина». Просто заместитель, но все равно приятно. Извините, повысил вас. Надеюсь, это состоится. вот ситуация, я все-таки повторю свой вопрос. Из вашего выступления, из, в общем-то, окружающей действительности, как бы понятно, что нынешний режим, скажем так, не идеален, мягко говоря. Чем отличаетесь вы? Что можете предложить взамен вы? Юлия Владимировна Тимошенко за то время, которое находится и в СИЗО, и в колонии, фактически не выступила с каким-либо программным документом, который можно было считать хотя бы предвыборной компанией, предвыборной программой оппозиции, чтобы вы четко объяснили людям, почему вы лучше, чем они. Вот этого нет. Поэтому у меня вопрос. Можно назвать хотя бы четыре позиции, с которыми вы будете идти к людям, чтобы они сделали выбор в вашу пользу? Не знаю, можно ли говорить о Батькевщине или можно ли говорить об оппозиции в целом. И второй вопрос. Исходя из вот этих черных тонов, в которых сейчас прошла первые 10 минут беседы, я хотел бы у вас узнать, допускаете ли вы возможность того, что если у нас нет справедливости в судах и своеволенничают силовики, что Юлию Тимошенко осудят еще из-за убийства Щербаня, в чем ее подозревают? Допускаете ли вы такую возможность при нынешнем режиме, при режиме Виктора Януковича? Спасибо. Вы знаете, при этом режиме и будь кого могут осудить из-за убийства Кеннады. И для них все будет нормально. Они скажут, что, видите, доследовали материалы и имеем в этом переконание. На жаль, суды сегодня взагалі не разглядают аргумент, не разглядают факт, не разглядают доказы. Банальное фальширование справ. Даже справи они фальшуют нахабно и цинично, не приховывая это. Ну, вспомните, будь ласка, остальный суд против Юлии Тимошенко. Когда они фальшировали так быстро свои доказы, что оформили их 31 квотня. И таких фактов безлеч. Когда подроблены экспертизы, и, до речи, вы помните, тижден тому эксперт Киевского национального института судового экспертизы, разповів, как это делали, как людей собирали и не выпускали, пока они не поставят подписи под документами, которые они читали. И так далее, и так далее. Это уже все все знают, но Маховик продолжает перемалювать людей. С правой против Юлия Луценка за проведение Дня Милиции, который у нас продолжается проводить щороку. Он находится сегодня за гратами. Понимаете, не смогли найти жодного коррупционного злочину. Вы знаете, даже иноземных экспертов запрошили, платили им бюджетные деньги, большие бюджетные деньги. Для того, чтобы найти хоть какую-то пляму коррупционную против Юлии Тимошенко. Не смогли. И сейчас начинается вот эта вакханаля. Начинается, когда понимают, что газовая справа разрушена. И, до речи, когда мы говорим про звинувачение. Вчера, мы только сегодня отримали про это информацию, Европейский суд с правой люди принял решение на подставе 39 пункта регламенту своей работы. Я хочу объяснить тем, кто не знает, что этот пункт относится политвязнью, життю которых загрожает небезпека. Этот пункт использованный по отношению к Юлии Тимошенко. Потому что то, что ее життю загрожает небезпека, это понятно не только в Украине, а за ее межами. И суд вимагает негайно за межами колонии начать ее ликовать. С листопада месяца она не встает. С листопада месяца она не может пересуваться. И ее катуют, не дающаяся ликовать. И это происходит не в тоталитарной стране. Это естественно страна, где убивают в въездах. Подождите, как сегодня, господин Лавринович сказал, что в Украине существует практика предоставления лечения в стационарных лечебных возреждениях за пределами мест, где люди отбывают наказания. По-моему, господин Пшонко или его заместитель Кузьмин говорил, что если будет решение ЕСПЧ, то оно тоже будет выполняться. Может, подождем и посмотрим, будет оно выполняться или нет? Я дам ответ. И на ваше вопрос. Действительно, они приховывают диагноз. Рассказывали, что все нормально. Ни каких проблем нет. Надо судить, проводить щодня допыти прямо в въезднице. Это впервые в истории не только Украинского правосудия прямо въезднице в камеру и отбывался суд. Это Украина. И я завершу ответ на вопрос. И в этих умовах спочатку они рассказывают, что будут международные эксперты, на которых оппозиция не полегала. Они выполняют все их припис. Допустили, важко допустили международных экспертов, которые требуют негайно начать ликовать. Негайно, потому что очень серьезная хвороба. Есть небезпека для жизни. После этого они делают шоу, сегодня, кто смотрит новинок. Вместо того, чтобы дать стационаре ликовать, они стягивают из Харьковской области, из лекарей медицинского обладнания в въездницу. Работают такую декорацию по Тьомкинскому. И приводят журналистов подивиться, какие у нас в въезднице обладнания. И Юлия А если бы они не позвали журналистов, повернуть людям обладнание, которое забрало из этих лекарей. Вы понимаете, когда на милиционера або працівника СБУ або охранителя в въезднице натягнути білий халат, он не станет лекарем. Когда скинуть в въездницу медичное обладнание, которое забрало людей, это неправильно, повернуть им это обладнание. Его не так много в Украине. Въездница не перетворяется на лекарню. Чтобы мы понимали, но уявить собі, треба взяти пункцию спинного мозга. Кто это будет делать в въезднице? И после этого, сегодня вы вспоминали Лавриновича, после решения Европейского суду с прав человека, который Янукович обещал выполнить любое решение, сегодня Лавринович рассказывает, что им не понималось это решение и они не собираются его выполнять. Он сказал, законодательство я цитирую, законодательство Украины позволяет лечение в стационаре за пределами колонии. Вот цитата. Пытание, чему всего не роблять? Я так уж... Ну, может, подождем? Хотя бы завтрашнего дня? Просто у меня такое ощущение, что вот вы ушли в эту медицинскую тему запутанную, А на ответ... Бог с ним. Вот это, собственно говоря, я очень хорошо отношусь к оппозиции, Ну, у меня... Я не услышал ответа на ваш вопрос, простите. Я фактически... Зараз можно, да, продолжить ответ на пытание, я его поставлю. Вот поэтому люди, собственно говоря, не голосуют за оппозицию, потому что она не получает конкретных ответов на конкретные вопросы. Бог с ним, снимается вопрос. Не-не, будь ласка. Скажите мне хотя бы тогда одну простую вещь. Мы сейчас говорим о медицине. Можно ли хотя бы узнать, чем больна Юлия Владимировна Тимошенко? Все теряются в догадках. Серьезно. Мы не знаем, мы видим некое следствие. Она не встает. Мы можем ли хотя бы понять, хотя бы приложить на себя, о какой болезни речь идет? Спасибо. Это очень серьезная болезнь хребта. И полностью диагностика этой болезни и канадскими лекарями, и немецкими лекарями, и украинскими лекарями, которые объективно досвидевывают материалы рентгена в МРТ, переданы и пенсионность в службе, и в Генеральной прокуратуре то что. Я не лекарь. Я не хочу диагнозувати. И это некорректно рассказать диагнозы будь-якої людини. В тот же час, я еще раз подкреслюю, это очень серьезная хребта, которая не позволяет ей самостоятельно переселиться. И висновок лекарей, когда не начать негайно ее лекарствовать, это нужно было еще в листопаде делать. И жизнь реально загрожает небезпеку. А я повернусь до питания, которое вы также задавали. Вы знаете, чем отличается опозиция от этой влады? И что главное будет делать опозиция, повернувшись до влады? В первую очередь, мы прекратим сгортание демократии в нашей стране. Надо восстановить демократический процесс. Не может обмежение свободы и прав человека под любыми гаслами. Они рассказывают о реформе, которые перетворятся в реформе, что делают миллионы и сбогачивают кубку оточения чинного влады, чинного президента. Такие реформи, я продолжу, никому не нужны. Я хочу сказать, что любое сгортание свободы невозможно. Мы восстановим свободы и демократии в Украине. Это первое и главное завдание, без которого не может развиваться экономика, без которого не могут реализоваться социальные программы, без которого не можно разглядать Украину как цивилизованную страну. И безумовно мы восстановим повернение Украины до европейской спільноты. Мы были в кроке от реальности европейской интеграции. Крок остался. А что вам помешало добиться прогресса на этом пути? Вы знаете, как раз прогресс был. И как раз то, что сделал уряд Тимошенко, на этом фактически два года ехал уряд Азарова Янукович. И фактически еще поле года и Украина была до 2009 и 2010 она была фактически асоциированным членом европейской спільноты. И это перекрестно. поднять материалы европейских средств массовой информации, относящихся к обсуждаемому периоду, то там можно дать десятки цитат на тему о том, что главным препятствием в развитии нормальных отношений с внешним миром, с Европой, с Соединенными Штатами было желание европейских и американских партнеров увидеть, что наконец власть работает дружно, в единой команде. А что наблюдали? Наблюдали многолетнюю борьбу президента и премьер-министра. Разве нет? Нет. Сама угода про асоциацию, которую не смог подписать Янукович, была разработана и подготовлена до подписания самим нашим урядам. Саме мы начали переговоры, и, до речи, вступ в СОТ произошел в ходе керевництва урядов Юлии Владимировны. И реальные процессы, которые подвели Украину очень близко к Европейскому Союзу, были проведены там. И я еще раз скажу, остались технические вопросы, технические вопросы, и о безвизионном режиме, и о реальном признании Украины Европейского Так что же помешало, если там один шаг осталось? Вага изменилась, курс изменился, демократия прекратила фактически прекратить существование в Украине. Свобода, в том числе свобода слова стає проблемой для Украины. На телебачение снова повертаются темники в новини. Подивите, новини на многих каналах, они уже стоят однако. Згадайте 2003-2004 рік. Ваши виступы, до речи, с этого привода. Пока будет цей режим, говорите про европейскую перспективу Украины, это тратит часа. Хорошо, позвольте, я дам возможность другим коллегам задать вопрос. Пожалуйста, Дмитрий Литвин. У меня к вам вопрос по поводу сокращения свободы, о котором вы говорите. Вот сейчас в парламенте обсуждают вопрос абортов, и ваш соратник, господин Шкиль, внес законопроект о запрете абортов. И на мой взгляд это является очень жестоким и очень серьезным сокращением свободы наших граждан, причем допущенным с вашей стороны. И я хотел бы в этой связи узнать у вас лично и позицию вашей партии также, о том, на чей вы стороне, собственно, на стороне права женщины самой решать, что я делаю со своим телом, или на стороне права политиков решать, что женщинам делаю со своим телом. Вы знаете, этот закон действительно был внесен на прахание христианских конфесий, которые обратились к парламентарям. Это, фактически, все конфесии православные, католические, греко-католические, протестантские в Украине. В то же время я вважаю, что это вопрос достаточно тяжелое. Не только для Украины, оно тяжелое для всех стран. Потому что, ну, фактически, это прекращение жизни, которое только начинается. В то же время, сила без обговорения этого вопроса в обществе, его решать не можно. И одна из наших позиций, нашего политического силы, что такие принциповые, стратегические вопросы без проведения референдумов, без публичного обговорения принимать не можно. Поэтому, я вважаю, что этот закон не будет рассматриваться ближайшим временем. И без референдума мы не допустим его принятия. Простите, пожалуйста, Александр Алексеевич, я не понял, все-таки, а вот ваше личное отношение к этой законодательной инициативе, вы за или вы против? Церковь рассматривает это вопрос как убийство. И я христианин. Вот, кстати, мне не раз приходилось слышать, что вы не просто человек, набожный христианин, религия занимает значительное место в вашей жизни. Это так? Так, я верующий человек. А вы действительно являетесь не только политиком, но и пастором? Не, я проповедник. Проповедник. А вы в какой церкви проповедуете? Евангельских христиан-баплистов. А вот можно где-нибудь вас пойти, послушать ваши проповеди? А где? Волосе Мичурина, приходите, будем рады вас там побачить, всех запрошу, будь вас. Слушайте, а вы не опасаетесь, что в Украине, где все-таки подавляющее большинство граждан являются либо православными, либо грек-католиками, принадлежность протестантской церкви может работать вот против вас и против вашей политической силы? Я не шукаю тут конъюктури, вы знаете. И справа в том, что, безумовно, в радянские часы протестанты очень жорстко переследовали. В Радянском Союзе вважали раз потужные страны света есть протестантские, такие как Соединенные Штаты, Швейцария, Голландия и многое других Певничных Кореи, то, безумовно, представников цей конфессии нужно кидать в язницу, то есть. Но жизнь изменится. И Украина полиоконфессионная страна. Я, с величезной повагой, ставлюсь до всех верующих, независимо, до якої конфессии они належат. Православных, католиков, грекокатоликов, то есть. Главное, чтобы люди верили. Потому что самая вера делает человек человеку. Без веры она перетворяется на зверя, который глотает, убивает, который считает, что все должны работать на него, который грабит страну. Это безверья. И, до речи, одна из главных проблем, которую навязывает этот режим Украины, это руйнация моральных подвалов. Потому что, вы знаете, можно восстановить экономику, будет достаточно быстро. Но мораль общества иногда восстановляется столетия. Это главная проблема и главный звучит. Слушайте, а вот не является моральное состояние общества, на ваш взгляд, причиной того, что свои сограждане защищают вашего лидера менее активно, чем, скажем, иностранные граждане. Но ведь, смотрите, вот в России десятки тысяч возмущенных сторонников оппозиции несколько раз подряд выходили на улицы. А когда встает речь о судьбе Юлии Владимировича Тимошенко, несколько тысяч всего собирается. Вы знаете, безумно, мы также бы хотели, чтобы людей выходило больше. А вот сами летом еще, между прочим, я помню, в каком-то интервью или в публичном выступлении жаловались на пассивность граждан. Вы знаете, я не скарживался, я разумел много людей, потому что большинство людей в Украине сегодня змушены боротися за свои выживания. Это реальные проблемы. Когда люди борются за выживание, больше того, те помилки, которые были, они привели до зневиры общества и, взагалі, люди стали политичными. Люди сейчас не пойдут на зуб оппозиции? Нет, нет, подождите, я же можно я уточняю, простите. Я зрозумеваю ваше питание. Але ж ця влада снова повертає людей до политики. И вы знаете, что я страшно действительно, вот вы будете сегодня говорить про страшный злочин в Миколаеве, буквально вчера, кто дивился в засобах массовой информации, рассказали про такий же страшный злочин в Криму, в Симферополе. Когда девчину не только зготували, не только пограбили, знищили, порвали собаками. И люди, люди, которых допитывали, они говорили, так, 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 до четвертої години ранку мы чули крики. Но никто не вышел, понимаете? Потому что, на жаль, много людей считают, что это их не торопится, что эти злочинцы не прийдут в их хат. Вот в чем мы пробуем? Когда люди кричат, пока что не все выходят. Чтобы захистить не сколько людей, которая страживает, себя захистить. Александр Валентинович, опять-таки, обращаю ваше внимание на данные центра соцсоци, к которому имеет отношение ваш однопартиец господин Гринев. Вот смотрите, март 2011 года 59% опрошенных украинцев говорят, что они готовы принять участие, не готовы, простите, принять участие в акциях протеста. Сейчас эта цифра уменьшилась, но все равно 45%, почти половина граждан говорят, мы не готовы принимать участие в акциях протеста. Вы же не говорите, сколько готовы принимать? Сколько готовы? Скажите, 37. Но любой социолог скажешь, что между декларированный готовностью и реальным... Как нужно было значиться над людьми, чтобы 37% людей, которые боятся в ады, уже говорили, мы готовы выходить на голос. Вы знаете, я думаю, что прийде час, и они переступят свой страх. Они начнут защищать себя в первую очередь против этой вады, потому что она действительно небезопасна. господа, давайте продолжим разговор с Александром Валентиновичем в следующей части программы буквально через одну минуту. Мы возвращаемся к разговору с Александром Турчиновым, гостем нашей студии. Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, если взять конкретную историю с исключением Натальи Королевской, вам не кажется, что правы некоторые наблюдатели, которые говорят, что вы тем самым просто большой подарок Королевской совершили? Ну, знаете, нас не цікавит, что вважает Наталья Королевская с его приводу, потому что вот зараз журналисты питают, чему фракция это сделала. В тот же час, буквально тиждень, два тижня тому, у депутатов фракции те же самые журналисты питали, а чему вы не выключаете Королевск? Вам что, неведомо, что это проект банковый, паразковая оппозиция? Чему вы тягнете, чему вы не выключаете? И, действительно, не можно заниматься, знаете, публичной оппозиционной риторикой и співпрацювать с адміністрацией президента. Треба делать выборы, быть более честным по отношению до выборцев, а не, скажем так, за риторикой приховывать просто инши намерки, инши завдания, в частности, что до расколы оппозиционного руха. Больше того, вы знаете, переповнювала не только скандал, который был в журналистском середовище подняти в связи с замовными статтями, коррупцией навколо размещения агитационных материалов цієї политичної сили. А, саме, когда паня Королевская не проголосовала за очень важную для оппозиции закону, в частности, имплементацию резолюции Парламентской Асамблеи Ради Европы щодо звольнения политвязнью. Это была, мабуть, остальная крапка, которая примусила депутатов нашей политичной силы, приняты решения щодо выключения с фракцией. Но вам не кажется, что тем не менее, есть некоторая доля рационального в том, что говорят люди, есть недовольные, которые могут пойти в этой ситуации за Королевской, потому что она новое лицо, она перспективный молодой политик как бы к ней не относится. А обиженных любят. С правой не воображенных, проблема в другом. Вы знаете, в оппозиции быть очень сложно. Особенно в Батьковщине, когда центр агрессии сосредоточен этой власти против нашей партии и нашего лидера. Очень сложно быть в Батьковщине. И, безусловно, Наталья Королевская приняла для себя решение, когда в день, когда суд выносил вырак Юлии Владимировны незаконно, цинительно выносил вырак, она в этот день вышла из партии, отримавши, скажем так, другую политическую силу, которая не противостояния за позицию. Вы знаете, формально, формально эта политическая сила была в составе Блока и формальных подставок не было. В тот же час все у нас ревни перед вимогами фракційною дисциплиною. И три люди, кроме Королевской Вона и еще два депутата были попереджены, что пока вы работаете в межах политических задач, которые стоят перед оппозицией, до вас вопросов не будет. Это ваш моральный выбор. Вы знаете, сказать, что за моральный выбор мы отключаем а не. А скажите, пожалуйста. Я завершу, когда уже люди, которые рассказывают о любовь к Юлии Тимошенко, рассказывают о том, что они мрятят, чтобы она вышла быстрее на свободу, не голосуют за законы, которые избавляют политвязнью. Но, извините, это уже цинизм. Я иначе это не могу сказать. Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, у вас была возможность как-то через адвокатов, через защитников по этому конкретному вопросу посоветоваться с Юлией Владимировной? Что она думает по поводу Королевской? Все керівництво партии и Блоку полностью поддерживает это решение. Под поддерживает все керівництво партии и Блоку поддерживает решение и проекти, которые работают на администрации президента, не могут работать в межах оппозиции. Тем не менее, по таким принципиальным вопросам у вас есть возможность узнавать мнение Юлии Владимировна? У нас единственная проблема, что мы имеем величезный люфт, величезное запознание в спілкувании с Юлией Владимировной, именно поэтому ее перевели до Качаневской колонии. В то же сейчас, безумовно, все вопросы важливые. Насколько опаздываете вы по времени? Ну, вы знаете, иногда по-разному бывает, что и 2-3 доби, потому что колония есть колония, это виправная установа с очень жестким форматом. Больше того, Тимошенко даже в всей колонии находится в вязнице, а не просто в колонии. И, безумовно, это достаточно сложно. Но еще раз хочу сказать, Юлия Владимировна была и будет лидером партии «Батьковщина» и стратегических вопросов, в том числе из вопроса очищения политической силы от тех, кто может або зрадить, або может зрадить, она тут категорично и поддерживает решение нашей политической силы и нашей фракции. Вот скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к той критике, которая порой звучит в адрес руководителей «Батьковщины» Бюта, не Юлии Владимировны, а тех, кто остается на свободе, что неправильно строили защиту, что Власенко и вы, Александр Валентинович, виноваты в том, что не убедили лидера по-другому эту линию выстраивать, не уберегли ее. Вы знаете, безумовно, у Юлии Владимировны была возможность в любом случае покинуть страну, но это было ее принциповое решение, что она ни в чем не виновна, и она будет в Украине до конца. Как бы ей не погрожили, как бы небезпечно было остаться в стране. Вона, понимая, что влада уже подписала ей вирок, оставилась в Украине и продолжает бороться, даже находясь в вездах. В тот момент, вы знаете, говорить про юридический защит в умовах, когда принимаются политические вироки, не имеет смысла. Можно 10 защитников, можно 20 защитников. Но еще раз хочу вам сказать, когда людей судят не за криминальные злочины, а за их политическую позицию, то защит тут вообще не работает. И, сегодняшний Юлия Тимошенко вывести их на улицу. вот смотрите, мы показывали сюжет про выступление оппозиции в России, вот там есть Сергей Удальцов, такой вот, он левак, но вот он действительно, он там вступает в рукопашные с полицейскими, он там приковывает себя где-то наручниками, он готов идти неоднократно садился под арест там на 10, на 15 суток, держал голодовку, вот посетитель одного, я специально в интернете там выписал такую цитату, вот посетитель одного из сайтов, где обсуждается там украинская политика, пишет, почему Турчинов в знак солидарности хотя бы голодовку не объявит, не поселится лично в палаточном городке у стен колонии, где его личный протест кроме кабинетной деятельности? Ну, вы знаете, можно безумовно критиковать, может и объективно, в тот же час тих, кто був на хричатике під час цего фарса в Печеринском суде мог бы бачить, как опозиция, да, нас было меньше, но мы действительно не просто боролись, мы дрались с ОМОНом, который в несколько раз превышал нас в численности. Нет, это тогда, а сейчас. Я еще раз скажу, но вы знаете, и эти бейки, эти бейки в условиях, когда решение принимается, не смотрясь на позицию людей, не смотрясь на законную конституцию, это для цей вады не имеет никакого значения. И порадовать, что... То есть ваш личный протест, вы считаете, никак не повлиял бы? мой протест, я щодня веду партию под керевництвом Юлии Тимошенко до перемоги. И единственное, что может звольнити Юлию Тимошенко, не то, что все сховаются на метах або будут все голодовать. На жаль, это не влияет на Януковича ни каким чином. А звольнити Юлию Тимошенко может только одно. Мирным шляхом перемогти на виборах. Мирным, поки що мирным шляхом. Хорошо, а вот если вы говорите на виборах, простите. Иншого варианта звольнити полетъязнів, крім отстранить цю владу от кабинетов, в которой они находятся, прекратить их керевництво краяной, иншого варианта, ни голодования, ни, вибачте, приколвать себе ланцюгами до каких-то там дверей. На жаль, это не вплине. Это на то просто. Только перемога над ними, это единственное, что может звольнити полетъязнів. Это единственное, что может прекратить политические репрессии Украины. А ведь в ноябре 2004 года как раз уличный протест позволил добиться тех политических целей, которые ставили перед самою оппозицією. Я хочу вам сказать, что керманы, чеченники края могут не родить. Будет и уличный протест, и достаточно жирский. Достаточно жирский. Але ж це уже будут невокальні дії. Це буде потужна акция. И, поверьте мне, я бы дуже бы хотел, чтобы в Украине все ж таки зміна влади відбулась мирным шляхом. Шляхом выборов. Я бы дуже цього хотів. А что касается вы знаете, я не первый день в політике. Я не радую от этого процесса, но я не первый день ею занимаюсь. Я знаю, что такое політичная спекуляция. Когда люди знают, что им ничего не загрожают, приколуются ланцюгом до дверей або что-то демонстративное делают. Вибачьте, демонстративные действия в політике это не так тяжело. Не так тяжело, понимаете, продемонстрировать какой-то локальный вариант действий, который, на жаль, не имеет результат. А потребен Украине сегодня результат. И именно ответ на свою владу, которую мы демонстрируем, это единство оппозиции. И именно единство оппозиции это будет ответ, на которую они не ждут. слова общие. А вот конкретная вещь, о которой, кстати, та же госпожа Королевская Вам подобается госпожа Королевская, так, я понимаю? И Чечетову, он так и хвалит постоянно. Ой, вы знаете, я не читал, что писал Чечетов по поводу Королевского. Возможно, это моя ошибка, не обязательно с его оценками познакомлюсь, обещаю вам. Но, просто это интересное, очень подробное интервью, которое взяли у него известные журналисты, которых очень сложно заподозрить в каких-то особых симпатиях к госпоже Королевской или в антипатиях к оппозиции Мустафа Наем, Сергея Лещенко. Вот она там говорит, что слушайте, 10 тысяч депутатов местных советов есть по Украине у Батьевщины. Слушайте, это огромная сила, где же они? Знаете, большее из них было... Вот только этих 10 тысяч там на площадь вывезти уже то есть что будет? Я понимаю, большее из них безумовно были и біля Печерского суду, біля адміністративного суду, и, до речи, зараз, не зважаючи на то, что это дуже не подобается чиноваті, вы знаете, что наметовое местечко, которое было создавано в день арешт Юлии Тимошенко, продолжает свою борьбу на Хрещатику. До речи, обратите внимание, Януковича постоянно возят всеми маршрутами, даже когда серьезные гости до него приезжают, но он не ездит через Хрещатик. Ему бояться показывать это неметовое местечко. Поэтому, вы знаете, безумовно, наши активисты, они не с космоса прилетели, они такие же люди, как и большинство украинцев, такие же сами. То есть бояться иногда, Такими же страхами, проблемами, точно. В тот же час, я еще раз вам хочу сказать, что я дуже мрію и дуже сподіваюсь, что мы приберем эту ваду мирным шляхом шляхом выборів. Понятно. Александр Валентинович, у вас два запитания. Через три месяца, в липні месяце, мы ждем выбора Мара Киева. Ваш партнер Арсен Яценюк заявил про то, что будет поддерживать Виталя Кличка как единого опозиционного кандидата на посаду Мара Киева. Вы можете сказать конкретно, чи будет поддерживать, чи не будет поддерживать Виталя Кличка, чи черговый раз наступит на старые грабли и снова мы спрашиваем людей для того, чтобы была обрана людина не в опозиции. Это первое запитание. И второе запитание, судячи из вашей риторики, судячи из того, что вы говорите, навряд ли можно поверить в то, что выборы будут чесными. И, насправді, при найбільш чесных выборах была такая проблема, как защит результат. Сьогодні, когда выборы, судячи из вашей я думаю, что ее поддерживают очень много журналистов и оглядочников, выборы навряд ли будут чесными. Как вы выбираете защищать свой результат? Продолжение следует... 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 Мы создадим систему оперативного спостережения за выбором. Мы обеспечиваем спостерегачей, членов комиссии на всех дельницах, пока закон дает нам такое право. И самая возможность для оппозиции очень дратить сегодня ВАД. И самая эти проблемы, они хотят снова сфальшировать уже на уровне закона. Поэтому есть возможность сегодня, есть силы сегодня защитить выборы, защитить результаты и защитить Украину. Но, друзья, нужно объединяться и работать вместе. Александр Валентинович, возвращаясь к истории про Кличко. Во-первых, я хотел бы заметить, что, насколько я помню, господин Кличко высказался против идеи объединения в оппозиции, сказав, что дважды два не обязательно в политике равняется четырем. Мне кажется, так он высказался. И есть еще одно мнение. Мне хотелось бы услышать ваше отношение вот к такой оценке. Говорят, что некоторые лидеры оппозиции, тот же самый Арсений Яценюк, который является перспективным кандидатом, потенциальным кандидатом в президенты на выборах 2015 года, опасается растущего рейтинга, популярности господина Кличко. И хотел бы просто вытолкнуть его в муниципальную политику. Вы знаете, я не могу с этим погодиться. Навпаки, и фронтзмин, и другие политические силы, которые входят в объединение оппозиции, они зацикавлены, чтобы оппозиция была вместе. И, вы знаете, очень важно, чтобы не работал черговый сценарий банковый, то есть администрации президента. Им очень важно, чтобы было много оппозиционных сил, чтобы оппозиция боролась между собой. На этом фоне создать, знаете, третьи силы, новые оппозиционные силы, новые обличия, мета которых – это просто мимикрия, а потом влиться в большинство, которая будет фундаментом этого режима. И именно это не возможно допустить. И объединение сегодня для оппозиции нужно не только для того, чтобы там увеличить совокупный рейтинг. Объединение необходимо, чтобы не было возможности у этой власти манипулировать людьми. Розповедать, вы видите, десятки оппозиционных сил, а вот еще лучше. Вот, подивите, совсем новая, очень интересная, помните, азима поколения. Новые обличия, красивые, симпатичные, Хорошковские, Богословские, я там еще не помню их прозвища. Это новые перспективные обличия. Вы знаете, очень часто эти новые перспективные обличия, которые раскручиваются властью, раскручиваются потужно, потом становятся зондеркомандой этой власти. Понимаете? Вот в этом есть безопасность. И именно потому, чтобы не дать возможность манипулировать ситуацию, а показать, что есть оппозиция, которая стоит сегодня и получает удары. И есть власть. Это иное, как бы они себя называли, это мимикрия власти. Новые, независимые, симпатичные. Это мимикрия власти. И поэтому выбор должен быть между оппозицией и ватой. Скажите, пожалуйста, Александр Валентинович, Вы считаете, что реально объединение БЮТа, Фронта Змин, партии «Удар», других политических сил? Так, я вважаю, что сегодня нужно переступить через властью амбиций. А как же быть тогда с партийным строительством? Треба переступить и через партийный интерес. Потому что интересы Украины сегодня есть для ответственных политиков в приоритете. Треба, переступивши партийные особистые амбиций, властные рейтинги, властные какие-то перспективы, действительно создать единую политическую силу, единую партийную, не только международную, потому что и партийный список, и перматы. А ваши партнеры к этому готовы? Вы знаете, сегодня... Лидеры этих политических сил? Я хочу... Руководители их партийных... Ну вот смотрите, там есть команда господина Мартыненко, который работает... Мартыненко, простите, который работает на Арсении Юценюка, возглавляет штаб фронта Змин. Там еще, между прочим, есть и старая команда его с Андреем Пышным. Им бы между собой разобраться. Вот представьте себе, что там и штабы начнут соединяться, и политические лидеры. Ведь это же задача архи-служина. Вы знаете, я сам пройшел этот шлях, и когда... Десь в листопаде, когда я не помню, Юлия Владимировна Тимошенко звернулась листом, памятаете, до опозиции и попросила. Знаете, вот, самая, находясь у въездации, вона звернулася и сказала, переступи через перетянение амбиций. Не питание, сколько людей вы приведете до Верховной Ради. Не это главное. Главное, мы защитима Украину, или нет? Мы отновимы демократичный европейский шлях Украины, или нет? А сколько у кого будет депутатов, это не принципово. И вы знаете, тогда я так же, как и вы, думаю, мабуть, это не возможно. Мабуть, амбиций, все. Знаете, есть история украинской политики, где каждый бачит себя президентом, каждый бачит себя лидером, каждый хочет иметь большинство, каждый хочет иметь контрольный, знаете, как любят говорить, пакет. И я так же думал, что это, мабуть, нереально. Но я же пришел час, и уже большинство, я подкреслю, большинство ответственных политиков в оппозиции понимают, что вы хотите сказать, что Арсений Петрович Лиценюк, например, готов отказаться от своего партийного проекта под названием «Фронт перемен». Я не выключаю, что мы сможем, я подкреслю, створить единый партийный список. А кто его возглавит? Кто будет первым номером в партийном списке? Я думаю, что ни тут в аудитории, ни в Украине нема альтернативы первому номеру Юлии Тимошенко. Она заслужила цей первый номер, и она будет очуливать список оппозиций. Ну, легко предвидеть, что Центральная избирательная комиссия откажется зарегистрировать такой список. Давайте не будем обманывать наших телезрителей. Европейский суд по правам человека не может отменить приговор в отношении Юлия Тимошенко, потому что он не рассматривает дела по существу. Но он может освободить политизм, когда его грозит реальную безопасность. Это уже другая тема, простите. Это нормальная тема. Я вам хочу сказать, что даже не зважая на то, что Юлия Тимошенко сегодня находится в вязнице, она и остается лидером не только Батьковщины, лидером оппозиции. Это безусловно очевидно, но все-таки, если говорить о конкретной предвыборной стратегии. Сейчас интервью задавить пытание. Извините, дайте мне задать вопрос до конца. Вот конкретная ситуация. Вот вы пытаетесь зарегистрировать, предположим, единый или не единый список партии Батьковщины или объединенные оппозиции в центральной избирательной комиссии. Ставите первым номером Тимошенко, вторым номером, возможно, Луценко. Вам кто тогда первый номер? Я вважаю, что саме... Или вы отказываетесь тогда принимать участие в выборах? Я хочу вам сказать, что мы должны объективно подходить к критерии. И, безусловно, первыми должны стоять оппозиционные политики, которые имеют наибольший рейтинг и наибольшую поддержку людей. В то же момент, поверьте мне, когда у нас происходит заседание в объединении оппозиции, у нас нет сейчас распредел места, кто первый, кто второй, кто пятый. Идут принциповы, серьезные разговоры. на тему побудовы единой политической команды. В то же время, я считаю, что за Юлией Владимировича Тимошенко должны идти наибольшие рейтинговые оппозиционные политики, которые имеют максимальную поддержку в общественной сти. Это не проблема, это легко проверяется, и именно таким образом должен строиться политический список. Ну хорошо, а если не удастся объединиться с фронтом ЗМИН, и у вас не будет лицоника, а кто тогда? Я еще раз вам хочу сказать, что сегодня не есть вопрос, кто, где. Сегодня есть вопрос, как. А как, я еще раз повторю разом. Получается, что вы не можете ответить на мой вопрос, извините, вынужден констатировать. Пожалуйста, Сергей Высоцкий, ваш вопрос. Здравствуйте, Александр Валентинович. Когда мы с вами виделись в последний раз, это, кажется, было в декабре, мы с вами обсуждали в ходе нашей беседы такой вот феномен, который произошел с Бютом, ну, тушкования, да, принято сейчас, к сожалению, называть некрасиво. То есть, ну, мы говорили с вами о том, что ваша фракция была разрушена, в общем, еще до печальных событий с Юлией Владимировной. Вот. И когда мы обсуждали с вами, я вам, помните, говорил, что во многом, я считаю, это заслугой, ну, в кавычках заслугой, в общем, той модели построения партии, которую вы соблюдали там в 2007 году. То есть, когда потребности там финансирования партии, в каких-то там построении структур и финансовый ресурс на построение структур, они просто, ну, вот, делегировались там каким-то толстосумом или небедным людям, не будем называть их олигархами, за право участия в списке. Вот. И когда мы говорили о том, ну, как будет строиться стратегия формирования партии на этих выборах, я спросил, при нынешних финансовых проблемах ваших есть соблазн на таких же, в общем, на таких же условиях построить обновленную партию. То есть, опять привлечь каких-то бизнесменов, которые на нее пожертвуют, за их счет раскрутиться. Но в чем тогда будет разница? Как застраховаться от дальнейшего тушкования в следующем парламенте? Как, где, каким образом получить гарантии, что эти люди, которые войдут в обновленный список, они не будут просто засланными казачками, которые, ну, за вашим именем прикроются и пройдут, в общем, в парламент будут играть опять на стороне банковой. Вот. И вы ответы не дали. Вы сказали, что вы найдете способы, каким образом это сделать, гарантировать, обновить, не повторить ошибок. Вот. Мне сейчас хочется спросить спустя, там, четыре месяца, вот, способы были найдены? Как-то вы можете представить свой список уже на данный момент? Ну, дякую за питание. Першу, вы знаете, что, действительно, у нас были серьезные проблемы с раторой и депутатов, и некоторых членов партії. Саме потому, что по Батьковщине вели такий цельный огонь, фактически, из всех орудий, которые были в ВАД. Служба безопасности, Генпрокуратура, податковые администрации, то что. И, безумовно, когда шел такой наступ против нашей политической силы, не все смогли витриваться. Я не хочу, знаете, пояснивать, что там зрадники и так далее. Да, зрадили. У каждого из них есть пояснение. Кто там захистил свою родину, кто захистил бизнес, кто, убежьте, просто позарился на гроши, которые предлагали. И, на жаль, на жаль, мы втратили многих. Это серьезный испыт, который прошел нашей партии. Но главное, что мы сохранили партию, мы сохранили костяк людей, которые прошли эти пробования, которые продемонстрировали, что они способны бороться и способны победить. Они витривали этот удар. И именно из этих людей мы будем формировать список. Гроши нужны, серьезные гроши нужны начальникам политики, которые неизвестны, которые неизвестны, и поэтому они раскручивают свои симпатичные обличия, свои, скажем так, гасла, отработаны технологами, сподеваючись с этим переконать людей. И много так, по-голете, отримали голоси, проходили до Верховной Ради точку. Вы знаете, я считаю, что те, кто остался сегодня в оппозиции, те, кто выдержал этот страшный удар, им не нужна дополнительная реклама. Их позиция понятна. Да, у нас не будет много ресурсов, но у нас будут люди, которые не грошатят. И это главный выяснение, который мы сделали, проходяя через эти страшные горнила. Да, но список будет в 450 людей, а сейчас у вас не будет, потому что партия регионов, понимая, что они могут победить за пропорционную систему, у вас смешано, и будет только 225 людей. Почему 100 человек нужно набрать, какие они будут? Почему именно они? Я думаю, что, знаете, заявок не будет, потому что я повторю, вот пан Кисельова не верит в этот процесс, а я повторю, что процесс объединения позиций происходит. Вы напрасно говорите, что я не верю. Я просто подвергаю все сомнения. Это работа такая. Добре, добре. От сумнів вы имеете, но еще раз говорю, процесс объединения позиций происходит. И поверьте мне, когда вся позиция объединяется, заявок месяц, и даже 225 будет замала, чтобы все могли, серьезные профессиональные политики, которые своим жизнью, свою позицию довели, что они имеют право представлять людей в парламенте, вы знаете, даже 225 может быть замала месяц, для того, чтобы их объединять. Поэтому тут проблем я не вижу. А скажите, пожалуйста, совсем на другую тему у меня еще был вопрос к вам, Александр Валентинович. Правда ли, что представители оппозиции при поддержке некоторых сочувствующих вам европейских, общественных, политических деятелей сейчас разворачивают компанию в Европе с целью лишить Украину евро 2012? Вы знаете, действительно, такая кампания в Европе происходит, но ваши оппозиции не имеют этого отношения. Другие вопросы. Вы знаете, европейцам очень сложно что-то втяжать. Понимаете? Они смотрят, сколько команд выявили желание размещаться в Украине. Очень мало. Они боятся ехать в страну, где такая влада, где людей кидают в улице, где нет свободы, нет демократии. Это проблема. И с Евро 2012 борется самая Янукович, борется кабинет министра Озарова. Они борются с Евро 2012. Они заработали на этом миллиарды. Европейские команды решили базироваться в Польше, потому что боятся, что игроков, тренеров или болельщиков посадят Это позиция. И сегодня много политиков, которые выступают за то, чтобы в Украине не проводить чемпионат, они також занимают свою политическую позицию. Мы, знаете, с вами, как болельщики, зацекали безумовно, чтобы большинство граждан Украины могла побачить Евро 2012. Я бы очень хотел, чтобы игры происходили в Украине и в первую очередь финальные игры. Я перекониваю, что все представители опозиции, как и все, кто интересуется футболом, этого хотят. В то же время, я еще раз повторю, что с проведением Евро 2012 в Украине борются Янукович, Азаров и другие Зихоточные. Вы сказали, что компания такая ведется? Ведется европейскими политиками. Вы их отношения не имеете? Нет. Всяком разе я видел много заяв европейской прессы именно с этого привода. А не возникает ощущение, что это несправедливо по отношению к большинству украинских граждан? Я думаю, что эта вада все очень несправедлива для большинства украинцев. Я вам еще раз повторю, что я бы очень хотел, чтобы наши граждане могли оболювать за свою команду и чтобы мы заняли наиболее место, желательно, первое, безусловно. В тот же момент, вы знаете, просто намалювать на билборде людину с болгаркой и мы чекаем на евро, вы знаете, это не то, что от нас чекают европейцы. Поэтому нужно изменять не свои билборды, а свои облички, свои сердца. Нужно изменять политику в крае. И тогда, поверьте, у нас будут не только евро, у нас будут и олимпийские игры. То есть вы не опасаетесь упреков в том, что критика в адрес того, как готовится Украина к чемпионату 2012 года, может быть... А как мы готовимся, мы с вами и едим, дороги уже сколько миллиардов списали для евро? Многие могут сказать, слушайте, это просто мстительно по отношению к тем крупным бизнесменам, которые в основном являются сторонниками партии регионов, нравится вам или нет, которые вкладывались в строительство в стадионах, в строительство, в аэропортах, в других объектах чемпионата. Что все же таки евро отбудется в Украине и что мы с вами сможем подивиться футбол, не заживаясь на все потуги чинной вады зервать этот процесс именно в нашей стране. А что за история была с господином Кожемякиным? Вот еще хотел вас спросить сегодня. В средствах массовой информации появились сообщения, будто лидер вашей фракции, в Верховной Раде. Господин Кожемякин ходит по кабинетам в администрации президента и пытается добиться облегчения участия своего родственника. Киевского чиновника районного масштаба, которого обвиняют в получении извести. Это не соответствует действительности. Андрей Кожемякин весь этот тиждень пребывал в Верховной Раде, все его бачили, он керував фракцией. И, вы знаете, проверить, кто бывает в администрации президента, это не важно. Поверьте, что, когда бы кто-то из оппозиции побывал в администрации, это фиксируется очень легко, и уже были фотокартки, рассказы, и прямая трансляция от этого пребывания. Поэтому, вы знаете, мы привыкли к провокации и не обратим на них уваги. Господа, у вас есть еще вопросы? Есть. Да, пожалуйста. Александр Валентинович, у меня вопрос. Если не ошибаюсь, Виктор Швец, один из депутатов вашей фракции, глава комитета, в интервью одному из изданий заявил о том, что, я боюсь переврать, но смысл был такой, что, поверьте на слово, к маю имеется в виду как раз к евро 2012 Тимошенко, Луценко и Ивашенко будут выпущены. Вы допускаете вариант того, что до евро Тимошенко будет помилована? Возможно, это станет благодаря закону об амнистии 2012, который зарегистрировал тот же самый Яценю, который предполагает выпуск по 365-й и 191-й статья. Поэтому вы вообще допускаете вариант такой, что Тимошенко выйдет раньше своего срока и Луценко в том числе. Юлия Тимошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Луценко и инжи политязнь будут на свободе. Еще один короткий вопрос. Одна из причин увольнения Королевской мне на ней очень сильно нравится, честно признаюсь, предваряю вопрос, было, и вы сегодня собственно говоря об этом сказали, о том, что она сотрудничала с администрацией президента. Мне по-человечески интересно, а какие у вас есть факты? Скажем, у журналистов было предположение о том, что третий штурм, если не ошибаюсь, Верховной Рады был инспирирован, в частности, госпожой Королевской и при поддержке администрации президента. То есть был некий такой симуляк народного неповиновения. Можно назвать конкретные факты, все-таки это уже свершилось, конкретные факты сотрудничества Королевской с администрацией президента. А, кстати, приводились конкретные факты, извините, я хотел бы у вас просто уточнить, приводились ли конкретные факты относительно того, что якобы покупались публикации в поддержку госпожи Королевской в разных средствах массовой информации? Или это тоже были голословные обвинения? Я следил только как свидетель за этим процессом. В газете «Коммерсант» таких скандалов не было, и поэтому я не могу ничего сказать, вот честно скажу. А вот то, что касается конкретных фактов сотрудничества с АП, вот это интересно, действительно интересно. Во всяком случае, и вам это сейчас выгодно, чтобы избиратель знал, что на самом деле это не исключая позиция. Я не маю на меті сьогодні там займаться тим, чтобы там рассказать информацию про Наталью Королевскую. Вона не є для нас какой-то проблемой. Я вважаю, это не вдалий проект наших оппонентов. Это моя позиция. В то же время таких фактов безвлеч, и, в частности, я вам мушу надавляти, как экс-керевник провадной газеты сегодня выступил, он сказал, что, на жаль, за указан администрации президента, его примушили размещать в газете, которая належит пану Ахметову, тие материали пану Королевску, которые бы он даже за гроши не разместил. Эта информация надходила и на других редакторов, и на других працанков засобов массовой информации. Ну и, кроме того, я думаю, что каждый украинец может побачить симпатичное обличие пані Натальи на тысячах бюкбордов, которые бы с дозволом цієї влады сегодня разместить в Украине неможливо. Мы попробовали, когда завершился процесс над Юлией Тимошенко, разместить в Киеве где-то 20 маленьких сетилайтов. Не винно обличие Юлии Тимошенко. Они протримались одну добу. Сначала отрубали светло, потом заляпали их фарбой, после этого податково приехала до тих предприятий, которым належали эти сетилайты. И после полгодинной разговоры они сказали «Вибачьте, мы их снимаем, нам больше такие проблемы не нужны». И поэтому вы знаете, кто с кем працует, это как раз показатель тысячи бюкбордов. Это мабуть такой простой наявный доказ, кто с кем спорта. что называется на юридическом языке косвенные улики. Есть то, что спросил господин Калныш у вас, все-таки есть у вас прямые доказательства? Слушайте, вы выступаете с серьезным политическим обвинением. Один из лидеров партии партии власти. Это же надо доказывать все-таки? У нас нема завдания, кому что-то доводить. Я формально вам сказал подставы для выключения Королевской сфракции. Это при разговорах партии Но наступного дня происходило голосование за закон Швейца, которого вы сказали, щедо приведения Криминального кодексу до европейских стандартных. Это стоилось также статей 365-364, которые, вы знаете, использовали для засудования Тимошенко, Луценко то что. И снова карточка потерялась. Я не знаю, 5 минут в парламенте нужно, чтобы отнести карточку. То есть снова королевская группа не голосовала за этот закон. Поэтому, вы знаете, ну, почему нам что-то кому-то доводить? Слушайте, а если даже она на власть работает, какой резон ей не голосовать? Она же, что называется, себя разоблачает. Вот вы знаете, нас все так уж дивует. Один голос и ничего не решает. Нас все так уж дивует, и мне кажется, что это просто, знаете, позиция. Когда демонстративно, публично, разговаривается одно, а по будь-якій команде, яка йде зовні, не голосують. Они так, как и не голосует партія регионов. Пожалуйста. Ваш вопрос, Вадим. Олександр Валентинович, мы начинали нашу программу із розповідей про те, чому опозиция не пошла на зустрічі з президентом. Вы знаете, вот серед журналістів, вот протягом останнього, напевно, месяца, было достаточно много разговор про то, что произошло, если вы помните, звичайно, в 2004 году, когда опозиция, когда Кучма не хотел встречаться с нею, она просто-напросто, користуючись правом депутатского мандата, вошла в адміністрацию президента и вимагала зустрічей. Тобто, в принципе, что заважало вам, зараз депутатам, у вас есть 100 человек в парламенте, что заважает 100 депутатам прийти и сказать, что мы хотим с вами поговорить, Виктор Федорович. В всяком случае, это была бы красивая картинка для телебачения, хотя бы. Потому что, я понимаю, что, может быть, не произошло без встречи, но все телебачение, и все бы сказали, что вы сделали все в себе независимое. Вы знаете, гарное вопрос, и, безусловно, воно, мабуть, и мне таркается. Чому? Потому что, ну, это было не в 2004, а в 2003 году, и саме щодо меня, вы знаете, не смогли ніяких компроматів найти, когда я працювал в уряді або в службе безпеки. И они сгадали, и сейчас разведывается вопрос, что до восстановления статей криминальных, по которым мы не хотели арештувати как раз в 2003 году. И одно из винувачений было захопление, организация захопления адміністрации президента. Это как раз тот вариант, про который вы рассказываете. Действительно, мы пришли тогда до адміністрации президента, пришли практически до самой приемли, и там сели и начали вимагать, в соответствии до конституции, встречи президента Кучми с народными депутатами в депозиции. После того, как просьба, которую прокуратура, сегодня и сегодня, квалифицировали как захопление адміністрации президента, у меня также в винувачене и захопление слежих изоляторов, и даже телецентру. После этого народных депутатов перестали пускать в адміністрацию президента, незважаючи, что за конституцию депутат с своим мандатом может пройти до будь-якої посадовой особи. Сегодня иметь депутатские посвящения – это не основа, чтобы вас пропустили в адміністрацию президента. Они были научены этим случаем, и именно поэтому сегодня народный депутат, даже не от оппозиции, даже от большинства, без дозвола не может зайти в адміністрации Януковича. Дмитрий, у вас был вопрос, да? Да, я хотел бы продолжить эту тему и вспомнить, что вы прилагаете такие колоссальные усилия для того, чтобы в мире обратили на вас внимание, там, средства массовой информации и политики. И вспомнить также о том, что сейчас в мире популярно такое движение «Оккупай», «Оккупируй». «Оккупируй Олд-стрит», да? «Оккупируй Олд-стрит» и «Мадрид», и «Лондон», и «Рим». И хотел бы вас спросить, почему, собственно, вы не присвоили себе это движение и не попытались оккупировать хотя бы какую-нибудь площадь, хотя бы ту же встречу с Януковичем? Ведь эти разговоры для избирателей о том, что депутатов не пускают в администрацию президента, достаточно странные. Вас 100 человек. Я почувствовал. Вашу пропозицию не поспешать. Зараз морозы завершились, и, на мое переконание, вуличная активность будет нарастать. И я не выключаю, что и сценарии, про которые вы рассказываете, также будут реализованы. Но это будет уличная активность ваша, или вы ожидаете, что люди вместо вас ее... В том числе и наши, Абазумонов. В том числе и наши. Вы также можете разом с нами принимать в всем участие. Я всех запрошу. Сергей. Александр Валентинович, смотрите. Когда мы говорим о попытках освободить Юлию Владимировну из тюрьмы, мы всегда приходим к определенным тупикам. Почему? Потому что, как показывает практика, 2004 года в Киеве и в Украине, этого года в Москве власть боится... Власть такого типа, который мы наблюдаем в Украине, по крайней мере. Только чего? Массовых протестов, массовое выступление граждан. Даже сам день приговора Юлия Владимировна показал, что граждане почему-то, ну, возможно, понятно почему, ну, не готовы выходить пока за ее свободу. Вот, понимаете? А без них этого не получится. Вот. А эти граждане не выйдут на улицу, пока, мне кажется, не увидят обновление какой-то вашей партии. И вот мы здесь... И в каких-то, да, вашей риторике, вашей партии, может быть, не увидят каких-то действий, не только направленных на обсуждение там состояния ее в Качановской колонии на обсуждение, на критику режима, ну, какого-то, я не сказал конструктива, но приближение к проблемам простых людей. Некая позитивная программа, вы имеете в виду? Не обязательно позитивная, но просто, по-моему, чуть ближе нужно быть к людям. Сергей, я сразу... Да, понимаете, да? Вот этот вот тупик, как можно из него выйти? Как вам кажется? Вы знаете, я бы не перебольшувал вплив и авторитет от любой партии на суспільство. При всей повазе до політики, до політичної діяльності. Ми проходили те, что вийшло в историю, как Майдан, как помаранчево революции. И поверьте мне, я от первого до останнего дня был там. Люди вийшли не тому, что они хотели захистить Ющенко, они хотели захистить себя. И сегодня, друзья, треба захищать не просто Юлию Тимошенко, а там какую-то политическую силу. Не треба этого делать. Захистить треба себя. И тогда мы захистим и Тимошенко, мы захистим всех политических вязков. А главное, мы захистим нашу Украину. Поэтому, вы знаете, говорите, что люди не выходят, потому что им там подобается, не подобается. Ні. Треба переступить через страх, треба переступить через апатію, через разочарование и зрозуміти, друзья, что, знаете, чекать, что опозиция за всех працюет, за всех все сделает. Ні. Друзья, вы опозиция сьогодні. Вы. Потому что вы не погоджаетесь с тем, что происходит в Украине. Поэтому только разом, только разом мы сможем остановить эту навалу. Только разом. Другого варианта, вы знаете, покращивать, зачастку заработать. Ну, мне тяжело это может. В тот же час, я еще раз хочу сказать, не перебольшуете вплив партии и политиков на людей. Люди выходят, когда чувствуют, что это нужно им. Не комусь, а им нужно. Но пришел тот час. Друзья, пришел тот час, когда действительно нужно выходить. Я не уверен в том, что я не знаю, как отнесутся к этому призыву коллеги-журналисты, но вообще я всегда исходил из того, что дело журналистов не заниматься там оппозиционной борьбой, а наблюдать за тем, что происходит в полиции. Ну, вы знаете, вы не щиро сейчас говорите, пане Геннаде. Вот не щиро. Я памятаю ваши выступы в России. Памятаете, когда НТВ закрывали там, инши были проблемы. Я памятаю вашу оппозиционность. Боротьбу за свободу слова в России. Вы знаете, это была борьба не за свободу слова, извините меня, а борьба за ту компанию телевизионную, которую фактически власть рейдерским способом у меня и у моих коллег, которые ее создавали, которые работали, отбирала. Я вам открою таемницу. В Украине каждый день рейдерским способом все захопливают. И не только телеканалы оппозиционные. Разумеете? Ну хорошо. Все-таки позвольте мне еще один вопрос задать. Вот вы говорите, там какие-то вбросы информации появляются, которые могут компрометировать вас и ваших товарищей по партии, по фракции. Мы на цередачу не золотой му. Это, как вы считаете, специально организованные провокационные акции. Ну вот смотрите, недавно на сайте Wikileaks появились документы. Американская частная разведывательная аналитическая компания Stratford, в которых утверждается, будто премьер-министр России Владимир Путин хотел поддержать на выборах 2010 года Юлию Владимировича Тимошенко. Причем потому, что ее, как утверждают авторы аналитической записки, по мнению Путина, было легче всего купить. Вот тогда, в 2009-2010 году, вы сталкивались с подобными попытками российских политиков купить Юлию Тимошенко? Вы знаете, когда Wikileaks использовать, то, мне кажется, чинный президент, его точность спать даже в Межгирье не сможет. Надто много там материалов, которые не просто, как чутки в данном случае, что кто-то кому-то что-то сказал. Причем там посылание идет на прокурора Российской Федерации, Чайко, который там висловил свои предпущения. То есть, вы знаете, когда прокуратура неукраинская, российская поплюже Тимошенко, мы до этого привыкли. В тот же час, поверьте мне, ни России, ни кому завгодно не удалось и не удастся купить Юлию Владимировичу. Я спросил, попытки были? Нет, даже попыток таких не было, потому что это безперспективные попытки. А какую роль тогда господин Медведчук играл в отношениях между Юлией Владимировной и руководством России? Ну, вы знаете, по тем материалам, которые я вижу у вас, вы больше обеззнаны в роли Медведчука, чем я. Да что вы говорите, а вам ничего об этом неизвестно? На жаль. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, почему сегодня, я понимаю, что госпожа Богословская, глава Временной Следственной комиссии, это, как говорится, не герой вашего романа, и вы вправе относиться как угодно, но почему все-таки ей устроили абструкцию и не дали выступить на пресс-брифинге сегодня? Ну, вы знаете, справа в том, что Богословская, может быть, достала не только депутаты Верховной Ради, а всех телеглядачей, потому что протягом уже, может быть, третий рік пошел, это только официйные выступы за доручением партии региона, до этого были неофицийные. То есть, используя и только вашу передачу, я, насколько помню, то есть 10 или 15 было бенефисов пани Богословской, которая повторяет те же самые несенитницы и ничего нового не способна даже сфантазировать. Вы меня с кем-то путаете, Александр Валерьевич? У меня Инна Германа очень редко бывает. А если бывает... Ну, это по вашим меркам. Вот я редко, раз на три года. А вона, поверьте мне, по сравнению с мной достаточно часто. Поэтому, вы знаете, настолько это несграбные спробы... Ну, в любом случае, например, она же имела право выступить перед журналистами. Это же тоже там элемент свободы слова. Я хочу вот запитать, можно аудиторию використовувати? Друзья, кто не слышал выступы пани Богословской из вопросов, извиненований против Тимошенко? Есть такие? Ну, видите, жодного нема, кто не слышал Инна Богословская. Вы видите, все слышали. И именно поэтому, вы знаете, была сегодня такая демонстрация в лапках поваги до цего псевдо-політика. Что интересно, вот, обратите внимание, даже в партии регионов не находятся героев, також в лапках, которые способны рассказывать всю брехню и расплескивать этот бруд. Они, знаешь, у них там есть Оленик, есть Богословская, все. Фактически вся партия регионов, яка сегодня окоповала страну, не может найти даже профессиональных людей, которые могли, ну, хотя бы брехню, как-то скомпонировать, чтобы она трошки-трошки была схожа на правду. Трошки. Профессионализма просто не выстачает даже брехню скомпонировать или сфабриковать. И именно поэтому, извините... То есть в выводах временной следственной комиссии по выяснению обстоятельств подписания так называемых газовых соглашений с Россией в январе 2009 года вы не находите... Ничего. Вы знаете, совсем ничего. Кроме того, что она сказала, что даже вона не смогла найти злочину або зрады национальных интересов. Даже Богословская не смогла это найти. Ну, это от нее можно почути, как, мабуть, Юлия Владимировна Святая. Поэтому она сказала, что у нее могла быть личная заинтересована. Вы знаете, интересно, вот я бы порадил, друзья, знайте час и прочитайте, может в интернете кто-то разместить, доповедь пані Богословской. Помните, вона рассказала, что Тимошенко подкуповала еще 5 лет тому, до того, как она стала премьер-министром Министерства обороны. Давала хабарі. И вы знаете, какие, до речи, прозвища, которые она называла, у меня випадково, так, я так думал, что только будут приемные вопросы, поэтому взял решение московских судов, проблемных, таких, как и в Украине, судов, которые чётко показали, что люди, которые называли Богословские, они, против них закритые все переследования, потому что 6.2, это в нашем варианте, это за отсутствием склада злочину. И вы знаете, який доказ Богословская знайшла, працювала рік, подкупу Министерства обороны в каком-то там 2000-му, не, в 97-му році, в 97-му році, варіант подкупу. Подкуп полягал в часах командирских, годинники командирских и катриджи для Ксерокса. Вот подкуп Министерства обороны России. Командирский годинник и катридж для Ксерокса. Ну, извините, не раз, пан Игорь, ну, то как вы читаете? Вы же из России, вы знаете Министерство обороны. Катриджем и годинникам командирским можно подкупить Министерство обороны? Для Ксерокса? Або для принтера? Для принтера? Едва ли. Вот я так уж думаю. Разумеете? И вот ця доповедь повинна переконувати украинцев в том, что был сткоен в 97-му році, в 97-му році, страшный звучит. Вот прочитайте доповедь. Ну, давайте до конца уже быть правдивым. Я, черт, я никогда не мог представить, что я буду защищать Богословскую. Вот ей-богу. Ну, не моя эта работа. Ну, вот картридж и командирские часы – это показания, зафиксированные в главной военной прокуратуре Российской Федерации. Я разумею. Помимо часов, там было показания доверенного лица Литовченко, Левченко, который говорил о том, что подкуп шел по указанию Юлии Владимировича Тимошенко. Да, и фигурируют там не только часы командирские, которые действительно проходят так красной нитью, как вещдок через все уголовное дело, но и вполне конкретные суммы в общей сложности, если не ошибаюсь, 300 тысяч долларов. Вы знаете, я хочу сказать, что эта людина, на которой ставилась Богословская, никогда не была знакома с Юлией Владимировичом Тимошенко. Это, по-перше. По-друге, призвища, которая там называлась, я еще раз скажу, я вот взял, понимая, что раз Богословская, значит, будут такие вопросы, вот решение московских судов. И призвища генерала Лени, помните, там назывался, назывался там Изганин, Чурьево. Вот решение постановы российских судов, что до закрытия по отношению до них. А вверху там написано, что Юлия Владимировна Тимошенко ознакомилась с материалом дела и соглашается на закрытие уголовного дела. Нет, вы знаете, тут нема, я могу дать прочитать. Тут нема. Я тоже могу дать прочитать. Тому я еще раз вам хочу сказать, что эти призвища, которые там назывались, на которые посылались, они не имеют до этого никакого отношения. Переследования, которые на прохание Кучмы в 97-м году, тогда были распечатаны, они были закрыты за отсутностью склада озвучивок. Это же российские офицеры, это же не украинские, понимаете? Я еще раз хочу сказать, единый доказ, який... был признан невиновным, потому что выяснилось, что он выполнял указания своего непосредственного начальника, министра обороны маршала Сергеева, который к тому времени его привлечь к ответственности было невозможно, поскольку он отошел в мир иной. Я еще раз хочу сказать, вот давайте, чтобы не быть голосованным, просто прочитать эти материалы. И я, ну знаете, вот настолько был шокованный вот самым форматом подготовки этой информации, и когда такие доказы, про которые я сейчас говорил, их используют для доведения того, что было 15 лет назад, 15 лет назад, по каким вопросам все взнято, в том числе украинскими судами, это... Я так понимаю, что какие-то уголовные дела еще расследуются. Кто? В Украине. В Украине, так, расследуют справы, расследуют справы, дійсно, які были закрыты не просто Верховным судом, а были закрыты двумя палатами Верховного суду, были закрыты той же самой Генеральной прокуратурой, теми же самыми там Шевченковскими, іншими судами, тобто и крапку поставили, еще раз повторю, не просто Верховный суд, а двумя палаты в полном складе Верховного суду. И дійсно, когда они не понимают, что газовая справа провалена, коррупционных взвинувачивали тоді, в том, что був замах на отримание ПДВ. В чом замах? Потому что подали декларацию, где держава должна была отработать ПДВ. До речи, не отработала. Такий злочин робить каждый день каждый подприемец, которому также не отработают ПДВ, и тому можно его садить за логикой Генпрокуратуры до вязницы. Поэтому, извините, я еще раз скажу, ці справи, про них, их рассказывали, я помню, вибори у нас были в 2002-м році, и каждый день, каждый день, каждый день. Тоди был Медведько Генпрокурором, был тогда Абихот, потом Там Васильев, и каждый день они рассказывали жахливые речи. Жахливые речи всей Украине, использовавшие все каналы, то что, то что. И ця справа ИСУ уже тогда людям была, извините, зрозумела от начала до конца. И она была, после того, как она провелась, закрита, перекрита, перечеркнута. И то, что ее отновили, друзья, то, что отновили справу ИСУ 15-летнего года, это свидетельство, что ничего не смогли накопать. Тут каждый день, подивившись, до речи, вы знаете, что за рейтингами Украина сьогодні найбільш корупована краяна Европы. Что до евро, яке 12, вы сказали, миллиарди в краденні. Что касается приватизации в Украине укриттелекома, сейчас одесские припортовые готуются. Вибачьте, это все злочины. И так далее, и так далее, и так далее. Я не беру уже переваснение державного маяна в величезных размерах. Европа сгортає кредитование Украины, потому что гроши, которые Европа даёт Украине, переваснуется чиновниками Кабинета Министров. И, до речи, порядок, где они... У вас есть конкретные факты в подтверждении того, что вы сейчас говорите. А вы послухайте заяву Тишери, посла Европейского Союза, его пояснение, чему они припинили программы финансирования. Вы знаете, вот, до речи, цікавый порядок денный парламент. Вы знаете, что наша фракция фактично декілька днів блоковала парламент. Чому? Многие так и не поняли, почему. Я поясню зараз. Цікавый порядок денный сьогоднішнего парламента. Сдача газотранспортной системы, то есть они принимают решение позволить приватизировать газотранспортную систему, которая стратегична надбанная Украины, и без которой вообще наши дискуссии с Россией в газовых вопросах не возможны. Далее. Приватизация, я завершу. Александр Валентинович, извините меня, ради Бога, вот я тут не могу не вмешаться, но вот разговор о том, что готовится сдача газотранспортной системы Украины, вот не сегодня, но завтра точно, идет уже два года, а в реальной жизни мы видим, что украинская сторона очень жестко ведет переговоры по газовым вопросам. И, как говорится, там ни пьяни не уступают. Постейно, уже это пятая чи десятая спроба, только протягом останнего года дать возможность им приватизировать газотранспортную мережу. Далее я продолжу порядок дн. сьогоднего парламента партии региона, который формует. Приватизация 13 теплоэлектроцентральной ТЭЦ, приватизация вугольных шахт, даже Готельспорт и тоже, там они его опрацювали и закон ввели. Понимаете? Вот их аппетит. Причем, вы знаете, как это происходит в приватизации? Укртельком, помните? Один участник, других не допускают. За ціну втричь ниже, чем рынковая, они его приватизируют. Так же будет с шахтами, с ТЭЦ. Так же они, извините за жаргон, раздерибанят газотранспортную мережу. Да вы знаете, наш опыт с вами, щоденний опыт и демонстрация. До речи, уже готовят до приватизации Одесские репорты. И сразу називают ціну втричь нижче, ніж рынковая. Зразу називают уже номинальную ціну. Будет один властник, зрозуміло, один участник, ніякої конкуренции знову не будет. Він, як в варіанті Днепренерга, на 100 гривень довше, больше заплатить сам собі. И на цьому приватизация завершится. Вибачте, ми це вже проходили. Ну, давайте подождемо все-таки, ви знаєте, регіони... Одна така дрібничка, друзі. Ну, не можна ж, ну як, з вами поговорити без газової теми. Ви ж самі почули. Тому, цікаво, постійно, круглодобова, розповідається всіх каналів, самая висока ціна на газ в Україні. Завдяки підписаним угодам, які підписали, здається, розумієте, в умовах, коли 20-градусні морози, коли без газу стояла вся країна і вся Європа. І рятували країну, щоб люди не замерзли, як замерзли в цьому році, коли газ, до речі, був. І в цих умовах, розповідаючи будь-які нісенитниці, ми отримали в кінці кінців по кінці року середню статистику вартості газу в Європі і в Україні. Середня європейська ціна 390 2011 року, середня українська за рік ціна 309 доларів. Крапка. Розумієте? Ось ця брюкня. До речі, до речі, я хочу сказати, що вони сьогодні умудряються бюджетним організаціям газ продавати по 800 доларів, тобто вдвічі більше, ніж купують його в Російській Федерації. Вони сьогодні підписали закон, самі прийняли, який дозволяє український газ, якого достатньо для того, щоб забезпечити всіх українців дешевим газом, і взагалі, щоб українці не думали, ведуться переговори з Росією чи ні. Вони підписали закон, який дозволяє їм експортувати цей газ і на цьому заробляти свої мільярди. Ось, вся газова проблема. Треба припинити красу. Вопрос не в переговорах з Росією, да? Для українських громадян це не є проблема. Це не є сьогодні проблема. Але ж вона створена цією владою, яка просто від жадібності своєю вже себе перестає контролювати. Скільки стоїть газ до января 2009 року? 279,5, по-моєму, за долар за 1000 кубометрів. Ну, ви знаєте, коли-то газ в Радянському Союзі взагалі коштовав копійки. Нет, простите, ну, я не про досоветські времена говорю. А до подписання соглашення 279, после подписання соглашення напомните, пожалуйста, я ще раз хочу сказати, що європейська формула, за якою працює Україна, яка була підписана в угоді, європейська формула. Вона, безумовно, передбачає прив'язку газової ціни, тому що Росія є монополіст, газовий монополіст, і вона диктує ціну. Але ж, вся Європа прив'язує ціну до еквалентів заміцників газу, зокрема, мазуту, газову літочку. Ізалежності від біржової вартості прив'язується до ціни на газ. От формула, розумієте, дуже просто все. Так не, ну а почему же все-таки газ Україні стало обходитися дороже, ніж Германії? Ви знаєте, це не є вправді. По-перше, є проблема знижок, який дає Газпром, дуже часто, виходячи з політичних мотивів. Той же час, ви знаєте, жодна країна, яка в 2009 році отримувала знижки, а більшість країн отримувала знижки від Газпрому. Але ж жодна не здала територію. А що ж Україні-то не дають? А я вам скажу, ця влада не дає, тому що вона жадібна. Тому що, коли вони здавали Севастополь, їх цікавило, як приваснити 12 мільярдів газу, які знаходилися за нас. Про це вони ввели з Росією переговори. Як фірте, що віддати газ, який потім з ними з усіма поділиться. І про це вони домовились. В той же час здали Севастополь, і сьогодні розповідають, що ми не знаємо, що робити з цими угодами. В той же час, назвіть мені хоч одну країну, а всі країни отримували знижки, які отримували знижки в обмін на свою територію. Жодної такої країни нема. Тому що влада, яка готова здавати свою країну, яку цікавить тільки власна користь, власна можливість збогатіти, і вони дійсно потрапляють в книги рекордів Гіннесу, отримуючи мільярди протягом року в сотні відсотків, збільшуючи свої статки. Вони рекордсмени. Але ж за рахунок чого? Зарахунок збожження всієї країни. Вот формула газу цієї влади. Понятно. Пожалуйста. У мене вот сейчас сложилось впечатление, що політичне будущее блока Юлия Тимошенко ускользає примерно так же, як пітається ускользнути господин Турчинов от вопросу. І, можливо, вам стоїть формат поменять. Ну, вот, не получається у вас дискуссія, але, не знаю, книги можна писати. Вот прошел процес против Тимошенко, а пристойной книги об этом нет. Закончилась история отношений Тимошенко-Ющенко, а пристойной книги об этом нет. Газовая проблема, а пристойной книги об этом тоже нет. Вот вы книги-то пишете, может, вам книги стоит писать все-таки? Как вы думаете? Вы знаете, дякую за параду. Мені прошу писати в книгах. В тот же час у вас так вот еще можливость написати чесную, об'єктивную книгу, яку мы с задовольням прочитаем. Пожалуйста, последний вопрос у Вадима Денисенко. Олександра Валентиновича, знаете, вот я довго слухав цю дискуссию, и все ж таки, ну, багато хто вважає, що власникачи все, что сьогодні відбувається, це багато в чем заслуга Віктора Андрійовича Ющенка, який агітував в другом турі проти всіх, який, в принципе, зробив все від себе залежно для того, щоб Віктор Федорович Янукович прийшов до влади. Скажіть, пожалуйста, яке, ну, ми дуже багато чули від Віктора Андрійовича про його ставлення до Юлії Тимошенко, до вас і так далее. А яке у вас ставлення до Віктора Андрійовича сьогодні? Ви знаєте, мені дуже неприятно говорити про цю людину. Тому що, дійсно, до влади Януковича привів він. Тим, що зрадив тих, хто разом з ним тоді на Майдані виборював незалежність і свободу для України. Це є проблема, серйозна проблема. Це є боль, я відверто хочу сказати. Але ж це є реалії української політики. На жаль. А скажіть, пожалуйста, тем не мене, якщо господин Ющенко захочет приймати участь в предстоящих парламентських виборах, він може розвитувати на місце в списку объєдненній оппозиції? Ви знаєте, він має всі права і підстави розраховувати на почетну місці в списках партії регіонів. Ну що ж, спасибо большое за ваші ответы, Александр Валентин. Я напомню, що у нас сегодня в прямому ефирі на вопросы вашого покорного слуги і моїх колег, українських журналистів, здесь присутствуючих, отвечав фактично руководитель фракції партии Батківщини і Блока Юлия Тимошенко Александр Турчинов. А ми продовжимо нашу програму.